Этот рак бьет настолько сильно, что вода вокруг него вскипает от удара. Но как ему удается владеть такой мощью? Сегодня мы погрузимся в коралловый мир рака богомола, чьи способности шокируют ученых и водолазов. Приготовьтесь, мы начинаем открывать тайны малыша с самым мощным ударом на Земле. Знакомство с легендой «Павлиновый рак богомол» или же «Одонто доктилус циларус» — это не просто морской обитатель, а настоящая звезда подводного мира. Его длина редко превышает 7 дюймов, а вес — всего несколько унций. Но не дайте себя обмануть. Этот кроха — чемпион по силе удара среди всех животных планеты. Обитает он в теплых водах Индо-Тихоокеанского региона, те от берегов Австралии до Восточной Африки. Найти его можно в коралловых рифах, где он прячется в норах и щелях, поджидая добычу. Его тело переливается всеми цветами радуги, зеленый, синий, красный, желтый, словно художник разлил краски на холст. Именно за это его прозвали «Павлиновым». Но красота — лишь маскировка. Главное оружие рака богомола — его клешни, способные пробивать панцири крабов, раковины моллюсков и даже стекло аквариума. Ученые впервые заинтересовались этим созданием в конце 20 века, когда ныряльщики начали рассказывать о странных щелчках под водой. Сначала думали, что это звук ломающихся кораллов или работа какого-то механизма. Но потом заметили, после каждого щелчка рядом с норами раков богомолов появлялись обломки раковин. Оказалось, что эти звуки — результат их молниеносных ударов. Скорость атаки достигает 75 футов в секунду. Это быстрее, чем бросок профессионального бейсболиста. Для сравнения, если бы человек мог ударить с такой скоростью, его кулак разогнался бы до 80 миль в час за долю секунды. Копья и молоты. Но как такое возможно? Почему природа дала крошечному раку силу, которой позавидует боксер-тяжеловес? Ответ кроется в его биомеханическом строении — сложной системе, которую ученые до сих пор изучают с большим интересом. Этот малыш не просто бьет, он грамотно использует законы физики, превращая свое тело в настоящий боевой механизм. Первая особенность тела рака богомола заключается в типе клешни. У этого вида они бывают двух разновидностей — копья и молоты. Раки с копьями протыкают мягкую добычу, вроде рыбы или креветок, а те, что с молотами — настоящие каменоломы, разбивают твердые панцири крабов и раковины моллюсков. Сегодня мы сосредоточимся на молотобойцах, ведь именно они прославились своей разрушительной силой. Их клешни напоминают булаву с широкой уплощенной частью на конце узкого рычага. Когда рак бьет, он сжимает клешню, как пружину, а затем резко выпускает ее вперед. Удар длится всего 3 миллисекунды, в 300 раз быстрее, чем вы моргаете. Сила удара достигает 337 фунтов. Это в 750 раз больше веса самого рака. Такой удар легко проламывает панцирь краба или раковину устрицы толщиной в 0,4 дюйма. Но вот что шокирует еще больше. В воде такая скорость, по сути, невозможна. Вода в 100 раз плотнее воздуха, и любое движение в ней замедляется из-за сопротивления. Так как же рак-богомол обманывает физику? Микровзрыв. Секрет в строении клешни. Ее внешний слой сделан из хитина. Весьма прочного материала, из которого состоят панцири многих членистоногих. Но хитин сам по себе не выдержал бы таких нагрузок. Под ним у рака скрывается еще один слой. Упругий и гибкий, как резина. Вместе они работают как композит. Твердость снаружи и эластичность внутри делает клешню неубиваемой. Когда клешня бьет, энергия распределяется так, что лапка рака-богомола не ломается, а пружинит, усиливая удар. Но это еще не все. Удар такой силы создает в воде микровзрыв, явление которое называется кавитацией. Вода вокруг клешни мгновенно вскипает, образуя пузырьки, которые тут же лопаются с огромной энергией. Этот вторичный удар бьет жертву даже сильнее, чем сама клешня. Представьте, рак бьет краба, а через долю секунды волна от кавитаций разрывает его изнутри невероятным жаром. Жутко? Да. Эффективно? Еще бы. Именно поэтому павлиновый рак-богомол – кошмар для всех, кто живет с ним по соседству. Удивительное зрение. Однако рак-богомол обладает не только удивительными клешнями, но и необычным зрением. Его глаза крайне сложные по строению орган. Если у человека три типа цветовых рецепторов в глазах – красный, зеленый и синий, то у рака-богомола их 16. Он видит не только весь спектр видимого света, но еще ультрафиолет, и даже поляризованный свет его человек вообще не способен увидеть. Каждый глаз рака-богомола стоит на подвижном стебельке и может вращаться независимо от другого. Зачем ему такое зрение? Во-первых, для охоты. В мутной воде рифов он замечает добычу там, где другие хищники слепнут. Во-вторых, для общения. Раки-богомолы разговаривают с цветом. Их яркие пятна меняют оттенки, сигнализируя сородича. «Это моя нора, или уйди, а то ударю». Ученые до сих пор спорят, как мозг этого малыша обрабатывает столько информации. Ведь он размером с горошину. Однако эта горошина использует свой потенциал по максимуму. Процесс охоты. Павлиновый рак-богомол не только мастер бокса, но еще и мастер охоты. Его день начинается с того, что он сидит в укрытии, словно солдат в засаде. Глаза радары сканируют риф, выискивая добычу. Как только краб или креветка подходят слишком близко, бам! Удар рака-богомола занимает так мало времени, что жертва не успевает сказать «ой». Раки с молотами разбивают панцири, а потом спокойно выедают содержимое, словно орех из скорлупы. Те, что с копьями, протыкают мягкую добычу и тащат ее в нору. Но охота – это не только сила, но и стратегия. Рак-богомол умеет ждать. Он может часами сидеть неподвижно, сливаясь с кораллами, благодаря своей яркой окраске. Также ученые считают, что яркая окраска выступает предупреждением для подводных хищников. «Я опасен, не подходи». И действительно, мало кто рискует связываться с этим малышом. Один раз исследователи наблюдали, как рак отбился от рыбы хищника, ударив ее прямо в морду. Та уплыла, оглушенная и растерянная. Еще одна охотничья фишка – точность рака. Удар всегда попадает в цель, даже в мутной воде. Это заслуга тех самых глаз с 16-ю рецепторами. В лаборатории рак бил по датчику с точностью до миллиметра, хотя цель двигалась. Настоящий морской снайпер. Жизнь в норе. Но где живет морской Майк Тайсон? Павлиновый рак-богомол – домосед. Он роет норы в мягком грунте или занимает пустые раковины, расширяя их ударами клешней. Его дом – полноценная крепость. Вход в нее узкий, чтобы враги не пролезли, а внутри – уютная коморка, где он отдыхает и ест. Длина норы обычно достигает 12-16 дюймов, а стены укреплены обломками кораллов и раковин. Иногда он ремонтирует нору, выбивая лишние камни, прямо как строитель с молотком. Раки-богомолы по своей природе – одиночки. Они не терпят соседей и яростно защищают свою территорию. Если другой рак подходит слишком близко, начинается дуэль. Оба размахивают клешнями, показывая яркие пятна. Обычно более трусливый отступает, но если нет – бой неизбежен. Удары летят со скоростью молнии, а после драки победитель забирает себе нору. Интересно, что норы – это не только укрытие, но и ловушка. Рак может заманить добычу, притворившись спящим, а потом резко ударить. А еще рак чистоплотен. Обломки еды он выкидывает наружу, чтобы не привлекать паразитов. Это маленький, но умный хозяин своего подводного замка. Эволюция Стоит сказать, что такая мощь у шленистоногого появилась не сразу. Павлиновый рак-богомол – результат миллионов лет эволюции. Его предки существовали около 200 миллионов лет назад, в эпоху Триаса, когда океаны кишели древними чудовищами. Тогда клешни были проще, но уже эффективно служили для охоты. Со временем они превратились в оружие, способное пробивать толстые панцири морских обитателей. Ученые нашли окаменелости древних раков-богомолов. Их клешни длиной 2 дюйма уже напоминали современные, но были менее мощными. Почему эволюция выбрала такой путь развития для раков? Рифы – это джунгли, где выживает сильнейший. Добыча становилась крепче, и ракам пришлось адаптироваться. Их клешни – ответ на вызов природы – пробить или умереть от голода. Яркая окраска, возможно, развилась как сигнал для общения и устрашения. Гениальный мозг Вернемся вновь к строению рака, ведь мы не рассмотрели еще один удивительный орган – его мозг. Он размером с рисовое зернышко, но работает как суперкомпьютер. Ученые ломают голову, как существо с таким маленьким процессором умело координирует удары, обрабатывает информацию сложно устроенных глаз и при этом умудряется не перегружаться. Оказывается, нервная система рака-богомола тоже, по сути, чудо природы. Мозг разделен на три части. Одна отвечает за движение, другая – за зрение, третья – за принятие решений. И все это работает в идеальной синхронизации, как оркестр под управлением невидимого дирижера. Самое удивительное – это скорость обработки сигналов. Когда рак бьет, его мозг успевает рассчитать расстояние, силу и угол удара за миллисекунды. Это как если бы вы могли поймать муху на лету, не задумываясь. Ученые подсчитали – нервные импульсы у рака-богомола передаются со скоростью до 394 футов в секунду, быстрее, чем у большинства животных. Для сравнения, у человека скорость около 164 футов в секунду. Мозг рака является не просто пультом управления, а высокоточной системой наведения, которой позавидуют инженеры ракетных технологий. Сообщество ярких воинов. Хотя павлиновый рак-богомолд – одиночка, он порой вступает в контакты со своими сородичами. И это не всегда заканчивается дракой. Ученые заметили, что раки общаются через сложные ритуалы. Их яркая окраска – не просто украшение, а язык сигналов. Например, красные пятна на клешнях могут означать «Уйди, это мое», а зеленые блики – «Я не угроза». Они размахивают клешнями, как флагами, устраивая целые танцы перед себе подобными. Но когда дело доходит до схватки, зрелище впечатляет. Воду наполняет звук щелчков и свист кипящей воды. Исследователи наблюдали бой между раками, который длился три минуты. Раки били по очереди, пока один не сдался, потеряв кусок панциря. После этого победитель продолжил пировать над добычей, а проигравший уполз залечивать раны. Удивительно, но смертельные исходы в таких драках редки. Раки словно знают меру. Может это эволюционный трюк, чтобы не истреблять друг друга? Все же чаще контакты между раками-богомолами происходят для спаривания. Самцы и самки находят друг друга под световым сигналом на теле. После всех процедур самка откладывает до 30 тысяч икринок в норе, а самец охраняет ее несколько дней. Потом он уходит, и самка вынашивает потомство одна. Малыши вылупляются крохотными, там всего одну десятую дюйма, но уже с клешнями. Через пару месяцев они становятся самостоятельными, готовыми биться и охотиться. Враги рака-богомола. Даже такая машина для убийств, как рак-богомол, не застрахована от опасностей. Его враги – крупные рыбы, осьминоги и морские птицы, вроде цапель, которые вылавливают раков на мелководье. Осьминог – особенно хитрый противник, он может схватить рака щупальцами, не давая ударить. Но рак не привык сдаваться. Один дайвер видел, как рак-богомол отбился от осьминога, пробив ему щупальца клешней. Тот уплыл, оставив облако чернил. Однако самой главной угрозой для раков являют вовсе не птицы, рыбы или даже осьминоги. Основным губителем удивительных раков-богомолов является человек. Ныряльщики иногда ловят раков для аквариумов, не всегда зная, что подписывают своему аквариуму смертный приговор. В неволе рак может пробить стекло толщиной в 0,4 дюйма или сломать оборудование по очистке воды. Сила и раскраска рака, и его защита, и проклятие. Он отпугивает хищников, но становится лакомой мишенью для браконьеров и любителей экзотических питомцев. Экосистема рифа. Павлиновый рак-богомол. Не просто обитатель рифа, он его регулятор. Своими ударами он контролирует популяцию крабов и моллюсков, не давая им размножаться бесконтрольно. Если бы не он, рифы могли бы зарасти раковинами, вытеснив кораллы и рыбу. Ученые называют его инженером экосистемы. Разбивая добычу, рак оставляет обломки, которыми питаются мелкие существа. Черви, креветки, бактерии. Но есть и обратная сторона. Его норы иногда разрушают кораллы, особенно когда рак перестраивает дом. В густонаселенных рифах это может навредить экосистеме. В местах, где много раков-богомолов, кораллы реже растут. Впрочем, без раков рифам было бы гораздо труднее спасаться от других вредителей. Тут можно привести аналогию с дятлами. Хотя они и пробивают порой в деревьях полноценные дупла, пользы от них деревьям больше, чем вреда. С раками дело обстоит точно так же. Еще одна важная роль раков-богомолов заключается в их потомстве. Малыши раков часто становятся едой для рыб, а взрослые – редким лакомством для крупных хищников. Таким образом, они не только забирают биомассу из животного мира, но и обеспечивают ею других подводных обитателей. Полезное применение. А могут ли люди использовать удивительные особенности рака-богомола? Конечно же да. Его тело – учебник по биомеханике. Клешни вдохновили ученых на создание особых ударных механизмов. Несколько лет назад инженеры из Калифорнии сделали прототип молота, копирующего седловидную пружину рака. Он бьет в сто раз быстрее обычного пресса и при этом не ломается. Броня рака является мечтой для изобретателей. Легкая, прочная, самозалечивающаяся. Уже есть проекты композитных панелей для самолетов, где хитин сочетается с синтетикой. А глаза? Их зрение с 16 рецепторами – сокровище для оптики. Камеры, видящие ультрафиолет и поляризацию, уже тестируются в роботах. Даже мозг рака представляет из себя находку для научной мысли. Он крохотный, но мощный, как чип в смартфоне. Понимание работы мозга рака позволило бы создавать невероятно компактные, но мощные процессоры, которые способны были бы обрабатывать информацию в сотни раз быстрее, чем это делают современные процессоры. Угроза исчезновения. К сожалению, рак-богомол, кладезь информации для научного мира, находится под угрозой исчезновения. Разрушение коралловых рифов из-за деятельности человека, загрязнение вод мирового океана, потепление климата – все это лишает рака дома и добычи. Ученые заметили, в некоторых регионах его популяция за последние 20 лет резко сократилась. Без рифов рак теряет возможность нормально существовать, становится жертвой голода и крупных хищников. Любители экзотики тоже вносят свою печальную лепту. Ныряльщики ловят раков ради их красоты, но в неволе они редко выживают больше года. Аквариумы, разбитые клешнями – лишь часть проблемы. Стресс и теснота стеклянного ящика убивают раков быстрее. Климат, меняющийся под действием человека и естественных условий, влияет и на океанские воды. Кислотность мировых вод растет, растворяя кальций в панцирях. Если так пойдет дальше, клешни рака могут из-за внешней среды стать хрупкими. Это случится не скоро, но через сотню лет такая угроза вполне реальна. Получится ли людям сохранить рака-богомола? Или он сгинет в истории животного мира, как это сделали Додо, Стеллерова-корова и многие другие несчастные создания? Важность рака-богомола. Рак-богомол прошел большой путь, прежде чем стать таким, какой он есть сейчас. Его предки били клешнями еще 200 миллионов лет назад, когда динозавры только начинали шагать по суше. Рак пережил ледниковые периоды, извержения вулканов, массовые вымирания и при этом продолжил доминировать в рифах. Его сила, броня, глаза – это не случайный набор полезных плюшек, а отточенный шедевр эволюции. Без рака-богомола экосистема могла бы рухнуть, как карточный домик. Его норы дают приют мелким существам, а обломки еды питают планктон. Этот малыш – часть огромной системы, где каждый винтик важен для поддержания порядка и равновесия. Уменьшение популяции рака-богомола должно являться для нас сигналом. Если мы потеряем рифы, мы потеряем не только рака, но и тысячи видов, зависящих от него. Рак-богомол – символ мощи и хрупкости природы нашей планеты, яркий и уязвимый одновременно. Как думаете, останется ли он править рифами через сто лет? Несмотря на угрозу исчезновения, павлиновый рак-богомол продолжает оставаться настоящим чудом природы. Его способности, строение тела и поведение удивительны, что вас поразило в нем больше всего? Верите ли вы, что рак-богомол и люди смогут спокойно сосуществовать? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много тайн природы. Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.